итак друзья всем привет сегодня я хочу раскрыть одну тему которая возможно волновала уже многих из вас смотрите тема или проблема это острые края эти зубчатые края то есть конечно при приближении их видно больше вот когда мы удаляемся в масштабе один к одному до картинку их меньше заметно но все равно вот эта зубчатость может вас немножко напрягать то есть смотрите сейчас у меня выключен вообще sharpening and blurring то есть картинка как есть все дело в том что за вот эти края отвечает так называемый image фильтр у меня корона версии 5 и здесь по умолчанию вас должен стоять тип фильтрации high quality в таком режиме вы не можете контролировать вот эти края но если например вы переключитесь в режим например тент то у вас открывается вот эта опция ширина в пикселях то есть я сейчас приближусь к этому краю и сейчас по сути должно быть то же самое да смотрите у меня рендер прогрузился и мы видим те же самые зубчатые края но может быть они чуть меньше в этом режиме заметны вообще это контролируется вот этим параметром ширина в пикселях я не буду вдаваться в тонкости до объяснять конкретно почему так происходит просто можете запомнить что если мы повысим это значение например на 2 то этот край будет уже не такой зубчатый вот посмотрите то есть это уже более мягкий край конечно здесь можно уже будет поиграть резкостью то есть вся картинка она будет может чуть менее резкая да но вот эти края они уже не бросаются глаза я стараюсь получать картинку но без вот этих краев а уже резкость и дальнейшая пост обработка это происходит в фотошопе можно конечно здесь же попробовать поиграть с резкостью и блюрингом видите по умолчанию здесь стоит вот такой режим блюра его тоже можно немного понизить допустим до единицы и попробуем здесь сейчас повысить sharpness допустим на тройку вот видите даже при резкости края все равно уже не такие зубчатые то есть картинка достаточно четкая вы можете еще конечно радиусом sharpness до резкости поиграть здесь например давайте попробуем здесь поставить единицу да ну это конечно же перебор то есть при таком радиусе можно ограничиться значением в 2 вот но опять же это все дела вкуса кто какую подачу использует но края согласитесь уже не зубчатые вот и еще один момент а еще один параметр которого здесь есть highlight clamping он отвечает за зубчатость скажем на засвеченных участках сейчас я открою сцену экстерьера и мы с вами посмотрим как он работает итак друзья мы с вами в сцене экстерьера смотрите вот здесь на террасе у меня расположены линейные светильники потолочные это обычный корона light который дает вот этот некрасивый эффект зубчатый чтобы от него избавиться можно точнее даже нужно подкрутить highlight clamping посмотрите если я поставлю единицу ситуация станет получше но если вы заметите вот изменится динамический диапазон картинки вот какие-то проблемы начинаются с небом здесь вы можете поэкспериментировать со значениями да то есть вот уже на значение 2 небо снова такое же яркое и этот эффект как раз у нас уже практически исчез так сейчас авто сейф как обычно не вовремя происходит да смотрите вот уже светильники гораздо более мягкие и приятные вообще здесь методом эксперимента и научного тыка можно поиграть с этими значениями до тех пор пока вас не будет устраивать результат ну вот для экстерьера я для себя определил значение 2-3 то есть дальше уже значение не меняется результат точнее аналогичную историю можете применять в интерьере например у вас могут быть здесь всевозможные светодиодные светильники люстры ну или допустим вот бра настенная бра которая имеет ну в данном случае вот это не имеет но какие-то варианты могут иметь светодиодную ленту вот здесь по периметру да и она также на рендере может давать вам зубчатые края некрасивые то есть вы аналогичным образом повышаете здесь значение highlight clamping и все у вас становится прекрасно друзья я надеюсь это видео было для вас полезно не забывайте про лайки подписку и колокольчик так как для меня это очень важно я желаю вам быстрых качественных рендеров с вами был антон шахматов и до новых встреч